Поздравляю вас! Уважительный, крепкий, сильный. На этот раз уважительный класс. От человека зависит. Классный спортсмен не должен быть таким. Иначе не может быть. Но победа убедительна. Я посмотрел. Спасибо. Хороший удушающий привет. Классический удушающий прием. Спасибо. На грудь ему не давил. Я видел. На двух сторон как положено. Все по-честному. В начале старался через челюсть. Но в первом раунде. Чуть-чуть правильно уходил. Рядом с отцом. Попали здесь. Всегда. И болел. И так душой, душой. Что-то не получилось. Я отцу говорю. Не получилось. А он рядом через сетку. Я вижу метр между нами. И друзья вышли. Они говорят. А ты с отцом разговаривал. Он тебе сказал. В первом раунде его не заканчивать? Или что? Мы за руку слышали. А ты в сети помогаешь. Нет. Я ему сказал. Не получилось. Что-то такой диалог. Не суетесь. Удакать тоже неплохо. Один раз зацепил. Один раз зацепил. И вообще он все бои выигрывал в стойке. И руками, ногами, прессингом. Но мы ожидали, что он в стойке будет еще быстрее, чем движение на руках. И вот эта война все. Одна его чуть заметила. То есть потерял скорость? Тем потерял? Потерял скорость. Потому что если в первом раунде я шел бы на, так скажем, на зарубон, было бы чуть опасно. Мы в первом раунде его завозили. А вот во втором раунде чуть застоялся в стойке. Бах. Один пропустил. И слышу отца недовольный голос. Уже надо возвращаться уже к борьбе. Правильно. Надо использовать свои конкурентности. Это правда. И не позволять ему сделать то же самое. Меньше риска. Да, да. Не позволять ему сделать то же самое. Он чуть повыше же тебе, да? Одинаково. Просто одинаково. Но я не думал, что. Я думал, что во время боя я чуть-чуть больше буду. А вот зашел, смотрю, но не меньше. Потом в клинче тоже чувствуется, что не выступает физически. Я понял, что придется его завозить. Придется с ним чуть-чуть потягаться. И что интересно, там жарко было очень. Как зашли, даже вот с первого клинча скользкий был. Я вот так ногами зажил, руками корпус взял. Смотрю, скользит. От захвата быстро уходит. И чуть-чуть перестраивается, который пришелся во время боя. Но это дополнительные сложности создает, конечно. Ну, есть хитрость такая. Вот волосы мажут. Она высыхает. Когда обогревается и потеешь, и начинает сползать. На тело же выходит и еще. Да, хитрость серьезная. Да, очень много нюансов. Да, очень много нюансов. Да, очень много нюансов. И что, постоянно же в Штатах дерешься и заходишь, но публика поддерживает своего, да? И привык, что освистно. А здесь заходишь первый раз, и все, публика тебя поддерживает. А я, но этот фактор я не учитывал. В развивалке чувствовал, как обычно. Перед выходом чувствовал, как обычно. А когда вот начал заходить, вот эта поддержка, все. Смотрю, сколько близких, родных в зале. И такую давку почувствовал. То есть, я думаю, давно такой давки не было. Ну, пока бой не начался, как зашел, все, минут пять. Такую давку почувствовал. Хочу в себя прийти, никак не могу. Смотрю на отца. Отец тоже чуть нервничает. Я ему говорю, ты хоть меня не заставляешь. Как взял папаха? Когда увидел, я думаю, как дома попал. Да. А потом, как бой начался, уже там уже. Ну, тебя леял. Пару бросков прошло. Поднимал. Да. Я еще прямо перед боем другу говорю, он говорит, правая рука на гильотину заходит. Я во все бои смотрел, он левая не заходит. Он так во время борьбы зашается, отдает левую ногу и правую руку заходит. Левая нога, он уже левша, левая часть растягивает. Я ему говорю, я ему хочу шею отдать, чтобы он зашел мне, чтобы он во время душа, чтобы он потратил силу. Это очень опасно. Я ему отдал, можно не заметить. Да, да. Я ему отдал шею и, ну, левую ногу закидывал, чтобы он обои меня не прихватил. А я смотрю, что-то через ногу у меня душится. Может, этот, сильнее и сильнее. Я такой раз, поменял положение, второй раз пришел и шансы не затянул. И думаю, надо выбираться. Да, правильно. Потому что можно просто не заметить и… И уснуть. И уснуть. И уплот. И просыпаешься, все, повезет. Все закончил. Что-то такой момент тоже был, что-то не прочитал, да? Ну, я тебя поздравляю. Спасибо. Очень хороший поединок. Красивый, честный и красивый. Такая эффектная победа. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас как здоровье? Очень хорошо. Нормально. У нас форма лучше, чем в графике. Намного лучше, чем в графике. Слава Богу. Анимали с вашим графиком. Я думаю, без спорта будет очень тяжело. Точно. Да, невозможно. Особенно подрывает от смены часовых поясов, конечно. В Владивостоке у нас 7 часов. Разница. Да. Трудно привыкнуть. Там не спишь, потом сюда приедешь. Здесь не спишь. Здесь не спишь. Двойная акклиматизация. Да, но ты же знаешь, что это. Мы вот прилетели с Калифорнии. Туда тоже 11 часов разница. И где-то неделю, да, вообще в себя не проходил. И постоянно узнаешь, а соперник прилетел, соперник прилетел. По-любому же чувствуешь. Они говорят, он 30-го прилетел. Я просяду. Подожди. Я когда прилетел 17-го, я через 10 дней только себя прошел. А 7-го числа. Так что у него будет акклиматизация. Тоже ищешь себе плюсы. Да, она же через неделю где-то пик бывает. И эти моменты они же не учитывают. А я постоянно когда туда прилетал, там по своим делам и так далее. Идешь в зал, тренируешься, ты задыхаешься. И заранее мы знали, что там климат пустынный. Нужно заранее прилетать. Пустынный климат? Ну там пустыня. 43-46. Мы прилетали все, да. И горячий ветер такой, да? Очень сильно. А там еще они новую арену построили. И арена где-то на процента 80-90 только там была. И с кислородом проблемы были. Там около 20-30. Жарина полная. Еще люди внутри. Еще жара снаружи. И мне еще говорят, в зале очень жарко. Вы представляете, сейчас к главному бою все соберутся. И еще больше жарче будет. 14 градусов разница была в раздевалке или в зале? А прилично. А сколько вообще в зале было? Температуры? Температуры, ну, больше двадцати. Больше двадцати было. А в раздевалке холодно было там, потому что маленькая раздевалка. Кондиционер. А вот зал пришел там чуть-чуть жарче. Как только зашел, я даже не начал драться, я уже плотный был. Чуть-то такие моменты были, которые первый раз мы сталкивались. И отца берусь у себя там выезжу. Дерешься там по-любому, где-то там в мыслях отец есть. Что-то отвлекало, честно говоря. Но я ему не говорил. Были такие моменты. Ну что ж, здорово, молодцы. Поздравляю. Спасибо. 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 Спасибо.